Если у вас после мытья головы волосы пушатся и сильно электризуются, значит этот ролик для вас. Смотрите до конца. Я однажды эту идею подкинула своим клиентам. Я часто на них экспериментирую. Это я сейчас сидя наношу, а вообще это все то же самое можно делать головой вниз. Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Мой девиз, красота это просто. Надо немножечко в этом научиться разбираться. Итак, let's go, друзья. И в этом ролике я вам покажу, как правильно надо мыть голову, чтобы волосы наши не кричали нам. Stop crazy woman! Вы никогда не задумывались над тем, что мы, возможно, все неправильно моем голову? Я, например, никогда не задумывалась до тех пор, пока не стала парикмахером. Итак, давайте вспомним, как мы моем голову. Все это делают практически абсолютно одинаково. Если мы голову моем отдельно от своего тела, как часто это бывает, намочили волосы водой. Это в лучшем случае часто бывает такое, что люди с короткими волосами прям сразу шампунь на волосы, а потом уже мочим. А наносим, ведь мы самые щадящие шампуни с кератинами, с витаминами, с маслами жажоба и листьями одуванчиков. И после сушки волос волосы как пушились, так и продолжают пушиться. Как электризовались, так и электризуются. И ты такой, да ёберный театр. Люди нормальные вкладывают свои деньги в ценные бумаги, а я вкладываю свои деньги в шампуни. У меня дома уже шампуни больше, чем в гипермаркете. Узнаете себя? И я такая же была. И почему от этих нано-космических шампуней никакого эффекта? Что за 5 рублей купил шампунь, что за 105 долларов купил шампунь? Практически никакой разницы. И правда, эффекта от многих шампуней практически нет. Почему? Потому что мы не понимаем главное предназначение шампуней. И в первую очередь шампунь это сильнейшее чистящее средство. Если урожаться простым языком. Это как ферри для посуды. Разъедает жир, так и шампунь. Его главная задача растворить наше кожное сало, в котором находятся все загрязнения, накопленные за несколько дней. И вот этот вот симбиоз делает наши волосы очень грязными, сальными и некрасивыми. И ключевая фраза в этом предложении растворение кожного сала. В общем, шампунь это по сути растворитель. Шампунь это растворитель нашего жира. То есть кожного сала. Внимание, вопрос, где находится кожное сало. Это же очевидно, оно находится именно на коже. И именно на коже базируется это кожное сало, которое мы потом видим в виде грязных волос. По длине оно тоже есть, но только на волосах, которые не подвергаются термической обработке, химической обработке и всяким другим издевательствам. Что такое вообще кожное сало? Это барьер. Это барьер, который вырабатывается нашим собственным организмом для защиты нашего организма от внешней окружающей среды. У него есть одна особенность. Чем больше мы его удаляем, тем больше оно вырабатывается. Поэтому при частом мытье головы можно наблюдать наоборот, обратный эффект. Мы хотим избавиться от этого кожного сала. Его все больше, больше, больше. Да откуда оно берется? Почему волосы становятся грязными уже к вечеру? Есть случаи, конечно, когда часто голову мыть просто необходимо. Например, если вы занимаетесь спортом. Но не в этом дело. Кожное сало для наших волос и как для всего организма является однозначно защитой и хранителем влаги. А мы шампунями его растворяем. И что мы хотим получить в итоге? Конечно же мы получим однозначно сухость, которая повлечет за собой еще накопление статического электричества. И вот этот вот одуван нам обеспечен. То есть мы сами обезвоживаем свои волосы. Потом, конечно же, надеемся на какие-то магические свойства шампуней. Но этого не происходит. Почему? Потому что шампуни, в общем-то, делятся на две категории. Первая категория с дешевым сырьем. А вторая категория с более дорогим сырьем. И в первой, и во второй категории основную роль сырья играет растворитель и специальные добавки, которые нивелируют свойства этого растворителя. То есть пытается сделать его менее токсичным. Как страшно жить! Да ладно, не парьтесь. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Давайте рассуждать логично. Шампунь это растворитель. Он растворяет наше кожное сало. Кожное сало находится в большом количестве именно на коже головы. Именно в этом месте волосы выглядят очень грязными, неухоженными, если мы долго волосы не моем. По длине волос, в принципе, нас должно все устраивать. По длине волос, как раз-таки, кожного сала и не хватает. Особенно у тонких волос и волос, поддающихся всяким обработкам. Кожное сало по длине это дефицит для таких волос. И вывод такой, что кожное сало по длине нужно обязательно оставлять. Оно нам там не мешает. Оно наоборот делает наши волосы более живыми и здоровыми. Мы не должны его растворять. И значит получается, что при мытье головы мы должны мыть только кожу головы, а не длину волос. То есть шампунь надо научиться наносить только на кожу головы. Ура! Мы выяснили этот момент. Но! Кто-то скажет, всего-то пойду уже помою правильно голову. Остановитесь, не спешите. Я этот трюк уже до вас давным-давно проделала. И пришла к выводу, что это практически нереально нанести шампунь только на кожу головы. Он предательски распространяется еще и по всей остальной длине волос. Ну что же тогда делать? Наверняка кто-то из вас знает такой способ. Надо залезть в ванну, голову запрокинуть назад, нанести шампунь именно только на кожу головы, там его вспенить. Шампунь смешивается с нашим кожным салом, становится уже не таким токсичным. И потом ласково и нежно проходит по длине волос, смывает те загрязнения, которые у нас остались на длине волос. Но очень ласково и нежно. Полностью не убирает кожное сало. И в общем-то мы как новая копеечка. Отличная идея. Я однажды эту идею подкинула своим клиентам. Я часто на них экспериментирую, потому что мне нужно знать мнение других людей. В общем, я этот способ также насоветовала своим клиентам. Отправила их домой и говорю так. Вы моя опытная стратегическая группа. Сделайте вот так мытье головы и потом придете мне расскажете, что же у вас получилось. И вы знаете, удивительное дело. Они все практически сказали мне одну и ту же фразу. Во-первых, говорят. Это очень неудобно. Держать голову назад и все это время вот эти движения руками, особенно если ты совсем не занимаешься спортом, еще у тебя лишний вес. Просто запрокинуть голову назад и поднять руки для многих оказалось это прям реально проблемой. Думаю, так понятно, что этот способ не действует на людей, для которых йога это производная йогурта. Ну, то есть, людей, которые вообще не занимаются никакими физическими нагрузками, действительно, руки поднимать и в течение 10 минут держать их выше плеч, это просто рекорд. Это для них как будто подготовка к каким-то олимпийским играм. Это первое. Второе. Они мне сказали так. Для того, чтобы вот таким способом мыть голову, то нужно обязательно залазить в ванну. А ее у кого-то может и не быть. Стоя, кстати, ни в коем случае этого делать нельзя. Мне кажется, стоя мыть голову в ванной вообще надо запретить, как техника безопасности. Потому что чуть закружилась голова и да здравствует сосед с нижнего этажа, а можно башкой просто пролобить этот пол. А сидя, эта процедура оказывается не всем подвластна. Чисто в физическом смысле этого слова. Потом я и на маминой своей проэкспериментировала. То же самое мама мне сказала. Сказала нет, я на такое пойти не могу. Так как мытье головы это процесс не быстрый. Нам нужно голову прокинуть назад, нанести шампунь, массирующими движениями втереть этот шампунь сначала в кожу головы. Потом дождаться, пока вот это все смоем. Потом еще раз сделать то же самое. Опять смоем. Потом нанести маску, с маской посидеть. И опять это все смыть. Да, согласна, что не каждый может выдержать 10 минут руки вверх без посыла всяческих проклятий. И еще один момент. Не знаю, как у вас. У меня часто мытье головы происходит. Прискакало в ванную, как сайгак. И намытье головы у меня всего 5 минут. Какие тут души, ванны, раздевание, одевание. В общем, вот эта техника уселся в ванную и начинаешь там себе намазывать шампунь на голову, она не всем подходит. Поэтому чаще всего многие голову моют именно под струей воды, наклонив голову вниз. Не находясь в самой ванной. И конечно же при таком положении головы, ну не удастся нанести шампунь так, чтобы он был сконцентрирован только на коже. И тогда я придумала следующий способ. Перед тем, как помыть голову шампунем, я опускаю волосы под воду, намочила волосы. После этого я наношу на все волосы практически кондиционер. Представляете себе, перед шампунем надо нанести кондиционер. Я его максимально размазываю по всем волосам. Ничего страшного, если он попадет на кожу головы. Главное нанести на все волосы. Кстати, вместо кондиционера можно воспользоваться и маской для волос. Но желательно, чтобы и маска и кондиционер были более густыми по консистенции. Это будет говорить о том, что защита будет более надежная и сильная. Итак, маска покроет наши волосы и защитит их от агрессивного воздействия шампуня. И сейчас я вам это покажу. Итак, я намочила волосы и перед тем, как наносить шампунь на голову, я должна нанести бальзам. Какой-нибудь хотя бы бальзам. Я наношу на голову кондиционер. Это я сейчас сидя наношу, а вообще это все то же самое можно делать головой вниз. Подождать несколько минут и после этого уже наносить на волосы шампунь. Берем с ладошки шампунь и втираем в корни. Массирующими движениями распределяем шампунь и моем наши корни волос. Как видите, шампунь также пенится. Но при этом, при всем он не работает практически по длине. Работает, но совсем чуть-чуть, ровно столько, сколько нам и нужно, чтобы не обезбожить волосы по длине. Массируем кожу головы. Это очень полезно, особенно для тех, у кого волосы выпадают. Нужно максимально, максимально распределить шампунь и массировать, массировать, массировать. Шампунь перестал пениться, можно идти мыть голову. Тоже опускаем голову вниз и прекраснейшим образом смываем всю эту байду своих волос. И ваши волосы будут гораздо вам признательнее за такую чистоту. Итак, дорогие мои, можно подытожить? Многие скажут, а как же по всей длине волосы останутся грязными? Ничего подобного. Волосы не останутся грязными. Потому что, когда мы шампунь смываем с корней, шампунь потом с водичкой действует как водопад. Он собирает на своем пути все оставшиеся загрязнения по длине волос. Но он не успевает в этот момент, понимаете, растворить наше кожное сало. И в итоге от такого мытья головы мы получаем просто отличного качества волосы. Волосы у нас не пересушены, концы не пушатся. И со временем этот эффект будет только накапливаться. И вы заметите, как ваши волосы начинают расцветать. Они начинают радоваться жизни вместе с вами. У этого способа для меня лично есть только один небольшой нюанс. Я часто забываю это сделать. Я ныряю прям сразу под струю воды и бах тебе сразу шампунь. И потом блин, но уже поздно. Если я не забываю, я прям вижу сразу результат на лицо моих волос. Сразу появляется улыбка. Сегодня ты молодец, будем вести себя хорошо. Этот способ на самом деле мне идеально подходит. Вот просто идеально. И я когда не забываю, я очень рада потом эффекту. Потому что волосы становятся более тяжелыми. Они ухожены, они не пушатся, они не электризуются. Они легко укладываются, они лежат прям. Они торчат во все стороны. Их можно расчесывать, прочесывать руками. Они не цепляются друг за друга. В общем, масса-масса плюсов. И аналогов пока я этому способу не нашла. Считаю его самым доступным, самым универсальным. Просто нужно заменить вот эти шаги. Кондиционер не после шампуня, а до шампуня. После шампуня тоже можно нанести кондиционер. И желательно это сделать именно по концам. Какие плюсы еще у этого метода? Они, несомненно, будут. Первый плюс. Волосы не так грязнятся. Как ни странно, они не так загрязняются. Вот удивительно, да? Второй плюс. Естественно, они не пушатся. Третий плюс. Они не электризуются. Четвертый плюс. Они становятся более тяжелыми и ухоженными. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Попробуйте, проэкспериментируйте. И напишите обязательно мне в своих комментариях, чтобы я увидела, какой же эффект этот способ произвел на ваши волосы. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале выпускаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»